Театр 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 Родился Саша Дунаев в Москве в 1920 году, почти сразу после революции. Москва того времени бурлила. Жизнь выплескивалась на улицу, рождались новые театральные планеты, складывались актерские галактики, создавался новый космос. Хаос разрушения сменился строительством новой жизни. Семья Дунаевых жила напротив храма Христа Спасителя. И 4 декабря 1931 года Саша с мальчишками в ночь перед взрывом забрался в храм и просидел там до утра. Утром их вывели те, кто пришел закладывать динамит. В 11 лет стать зрителем такого страшного спектакля. Он уже грезил театром, пересмотрел все московские спектакли. А в Москве в ту пору было, что еще посмотреть. Тебе 16 лет, и театральные трупы начинают соединять, театры начинают закрывать. Тебе 17, твоих соседей начинают сажать. Твой приятель жил в Кремле, и ты запросто ходил к нему домой. А потом вся семья пропала. Тебе 18, и с газет ты узнаешь, что умер Станиславский, исчез Мерхольдер. В те годы Саша Дунаев решает связать свою судьбу с театром. Он становится студийцем в 3-м московском театре для детей. Он столько придумывает для своих героев, так обставляет их появление на сцене, что обращает на себя внимание самого Андрея Михайловича Лобанова. Лобанов считает, что Саше Дунаеву необходимо серьезно учиться. И не на актерском, а на режиссерском факультете ГИТИСа. Его мастером стал Василий Григорьевич Сахнувский. Заместиль художественного руководителя МХАТа, соратник Станиславского и немецкого и немецкого Игоря Михайловича Данченко. Но Саше не суждено было завершить образование в ГИТИСе. В 40-м, после второго курса, его призывают в армию. Призывников, чьи фамилии начинаются с буквы «Д» по букву «К», направляют на Дальний Восток. Все остальные призывники останутся под Москвой и погибнут в кровопролитных боях начавшейся войны. На Дальнем Востоке Саша оказался в пограничных войсках НКВД. В 43-м в разгар войны происходят удивительные повороты в его судьбе. Александр Дунаев откомандирован в Хабаровск создавать театр юного зрителя. И вскоре, по рекомендации Бориса Михайловича Сушкевича, в Новосибирск, в мастерскую Леонида Сергеевича Вивьена, завершать режиссерское образование. В 1945 году молодой режиссер приступает к своей первой самостоятельной работе. Он задумывает поставить Шекспира, Ричарда Третьего. Режиссерская экспликация к Ричарду Третьему. Размашистый почерк молодого Дунаева. Здесь все. Страсть, мысли, моменты вдохновений и сомнений. Интересно определено зерно пьесы. Эстетическое властолюбие. Что имел в виду молодой режиссер в 1945-м, задумав так не ко времени Ричарда Третьего? Спектакль не был поставлен. Ричард так и остался в замыслах. Вот так распорядилась судьба. А вы учтите, что он работал в очень трудной обстановке. Очень трудной. Она была трудной сначала по одной причине, потом по другой причине. Театр сгубил его. Сегодня об этом можно сказать прямой. Именно его сгубил. Свои первые спектакли он поставит в Саратовском Тюзе, затем в Воронежском драматическом театре. Часто возвращается в Ленинград к учителям и друзьям. В Ленинграде он знакомится с Михаилом Светловым, который дарит ему свою пьесу «Бранденбургские ворота». На первой странице пьесы автор написал «Дунаеву Саше, почтенница наша, будешь попадать под трамвай, руки вытягивай вперед, чтоб пьеса сохранилась». Это на пустыве Светлого Дунаев выполнят. В 1954 году Дунаев получает назначение главным режиссером Красноярского краевого драматического театра имени Пушкина. Новая должность – главный режиссер театра. С этой должности он пройдет всю жизнь. Я впервые услышал имя Алиса Леонидовича в 1956 году. Произошло это во время гастролей в Москве Красноярского драматического театра имени Пушкина. Событием стало включение в репертуар этого театра и на сценировки преступления и наказания. Достоевский до той поры употреблялся исключительно со словом «мракобес». До этого момента не издавался он, отношение к нему было абсолютно негативное. Вместе с художником Георгием Волковым режиссер выстроил на сцене образ Петербурга. Графический, точный, контрастный, странный, призрачный город, сводивший с ума героев Достоевского. Город, в который был влюблен сам режиссер Дунаев. Как всегда, минимум выразительных средств. Декорации лаконичны, но действия выразительны. Для режиссера главное – герои, их поиски и сомнения, совесть человека и его нравственный выбор. Спектакль этот был большим событием в театральной жизни Москвы, ну и, конечно, Красноярского театра. Столичные газеты пишут о дерзости и смелости Красноярского театра, о высокой простоте режиссерского почерка, о темпераменте мысли. Главному режиссеру вместе с группой ведущих актеров присвоено звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР». Гастроли обратили на Дунаева особое внимание властей. И в 1957 году его отзывают из Красноярска и направляют во Львов, главным режиссером Русского драматического театра Прикорпатского военного округа. Дунаев начинает работать во Львове неожиданно. Желая привезти в театр самого широкого зрителя, он ставит «Пигмалиона» Бернарда Шоу, Зинаиды Дегтяревой в главной роли. Красивая, молодая, талантливая актриса в центре спектакля. И зритель пошел. Не только русский, но и украинский, и польский. До сих пор никто точно не может ответить на вопрос, почему был снят с должности главного режиссера Центрального академического театра Советской Армии создатель театра Алексей Дмитриевич Попов. Он ушел из театра. Вернее, его ушли из театра. Знаете, он несколько месяцев не был в театре, он был болен. Но потом плохо себя чувствовал, чем-то был расстроен. И пришел получать зарплату в кассу. Кассирша ему говорит, а вы у нас не работаете, Алексей Дмитриевич, больше. Вы уволены. Ну, для труппы это было потрясение, и мы не знали, что это проделали. Попов должен был назвать в политическом управлении своего преемника. Он называет Дунаева. Дунаев возвращается домой, в Москву, оставляя за спиной, может быть, самые спокойные и легкие годы своей жизни. Он много общается с уволенным Алексеем Дмитриевичем Поповым, и неожиданно для всех через лесу и на собрании труппы заявляет, что будет строго придерживаться той художественной линии, которую за многие годы сформировал в театре его создатель Попов. Это собрание я помню. Мне понравилось его выступление, потому что я почувствовала, что это школа Алексея Дмитриевича Попова. Очень близкая мне школа. Школа борьбы за естественность, за правду. Вообще у нас не было слова «играть», было слово «прожить», как проживают судьбы люди, что они чувствуют в это время, когда им хорошо, когда им плохо. Конечно, сравнивали Александра Леонидовича и Алексея Дмитриевича Попова, но появился «Океан», знаменитый спектакль театра «Армия». Он появился сразу в трёх театрах. В театре Маяковского поставил Николай Павловича Хлопков, в БДТ поставил, кажется, Георгий Александрович Савстаногов, и мы поставили на большой сцене спектакль «Океан». Возьму на себя смело сказать, что из трёх «Океанов» нас считался самым лучшим. Нет, Костя, такая же у нас судьба, служба такая. Срочная, долгосрочная, сверхсрочная, как угодно называй, только до могилки. Для Дунаева он был важен ещё тем, что он сумел превратить недостатки этого сценического пространства в его неоспоримое досынство. Для главного режиссёра военного театра, нашего театра, самое главное победить вот эту страшную, огромную, большую сцену. И Александр Леонидович её, конечно, победил. Вот эти ментальные мизансцены, диагональные мизансцены, огромные массовые сцены, построение на корабле. Он был отмечен замечательными актёрскими работами. Андрея Попова, Владимира Зельдина, Людмилы Касаткиной. Это был спектакль, я бы сказал, актёрских удач. А та сцена, которая у меня не шла, я рыдаю, я в конце. Он остановил репетицию, подошёл и обнял меня. Дунаев через актёров стремится говорить со зрителем об ответственности человека за свои поступки, о сложности нравственного выбора. Он ставит эту тему во главу угла. Потом я выяснила, что, оказывается, я верно пробую. Это была одна из моих драматических сцен, но, как он говорил, искренняя, подлинная моя борьба за детей. Хотя я говорила о том, чтобы мы расстались. Спектакль имел такой огромный успех у публики Касаткина, которая играла эту Анечку, и которую тогда назвали мечтой лейтенанта. Она пополощала образ офицерской жены. По тем временам это был очень острый спектакль. Спектакль не пропускали. Главное политическое управление было от цензуры. В то время приезжали, просматривали спектакли. Но прошла неделя, там две премьеры с огромным успехом. Этот спектакль шел с огромным успехом. Как мы любили океан. Мы играли аншлаги все время. На премьере океана был Алексей Попов. Он поздравил Александра Леонидовича с успехом, а потом очень тепло разговаривал с актерами. Он был очень взволнован. Он пришел за кулисы. Ему понравился Андрей Попов. Он от него очень много требовал, хотя он был его родным сыном. А мне он сказал, молодец, вот так. Попов после своего ухода из театра проживет недолго. Его не станет в 1961 году. Трудно себе представить, но на спектакль в 1961 году невозможно было купить билеты. «Океан» спектакль долгожитель. «Океан» продержался в афише почти 13 лет. Известный художник-карикатурист Змойра обратился в дирекцию театра с таким шуточным посланием. Художник Змойра просит предоставить два хороших места своим лучшим друзьям на ваш замечательный спектакль. Потом он поставил пьесу «Игра без правил». Такой зал 2200 мест и аншлаг. Это говорит само за себя. Что же случилось потом? Почему после такой абсолютной победы общего признания и успеха Дунаев ушел из театра? Точного ответа нет и сейчас. И до сих пор многие недоумевают, что же случилось тогда в 62-63 годах. Беда случается в каком театре у нас. Шел худсовет и одна актриса, не буду назвать кто, она вдруг начала против Альсона Леонидовича. Зачем он нужен театру? У нас совсем другой театр. Что же говорят факты? Дунаев категорически настаивает на снятии целого ряда спектаклей исчерпавших себя. От Дунаева требует творческая креда. Главный режиссер говорит, что продемонстрирует его в Кавказском меловом круге, репетиции которого прервала смерть ведущей актрисы театра Фетисовой. Вскоре Дунаев лег в больницу с первым инфарктом. Болел он долго и часть труппы, кажется, искренне переживала его болезнь. Сохранилась телеграмма того времени. Дорогой вы наш Александр Леонидович, поправляйтесь, набирайтесь сил, чтобы поскорее быть всем вместе. Шерман, Севастьянов, Львов, Балашова, Бек, Кулагин, Епифанов, Касаткин. Своё 43-летие Александр Леонидович встречал уже дома. В театр Советской Армии он больше не вернулся. Кавказский меловой круг Дунаев ставит в театре имени Гоголя, куда приходит главным режиссёром в 1964 году. Вошёл Александр Леонидович аккуратно причесанный и произвёл очень интеллигентное впечатление. Я ещё подумала, господи, как же он будет справляться с этим театром? В московских театрах нигде не было брехта и когда была принята к постановке пьесы этой, мы боролись за право выйти первыми. Вся труппа, вся, все заслуженные артисты были в массовке и Александр Леонидович сразу сказал, что все, независимо от звания, все будут участвовать в массовых сценах. Поразительно, но как и в случае с «Океаном», вышло два кавказских меловых круга в театре имени Маяковского и в театре имени Гоголя. И критики вновь сравнивали спектакли. И предпочтение вновь отдавалось спектаклю Дунаева. «Меловой круг» будет назван программным спектаклем театра Гоголя, будет открывать гастроли и театральный сезон в течение 10 лет. «Надо сказать, что я считала тогда и считаю сейчас, увидев много спектаклей, что это был один из самых, может быть, верных прочтений Брехта, достаточно отстраненных и в то же время эмоциональных очень. За что я страшно благодарна Александру Леонидовичу, и как бы для меня это идеально. Давалась свобода твоему творческому порыву». «Ужасная вещь, соблазн доброты», говорит Хор, когда главная героиня на минуту задумывается, а затем решительно поднимает с пола брошенного ребенка. Сейчас можно в полной мере оценить всю глубину и смысл этой фразы, применительно к биографии самого режиссера. Он не лукавил, когда говорил о театре армии, что это пьеса и его творческая креда. Думал ли он тогда, что этот соблазн доброты обернется его жизненным испытанием? «Журналистка из, по-моему, журнала «Театр» брала у меня интервью и сказала, вот как вам вот эта сцена, где вы укачиваете ребенка с остервенением? Это очень сильный момент, я говорю, это находка Сан-Леонидовича». Но театр нужно было продолжать строить. В первую очередь омолодить и сократить труппу. Управление культуры пообещало Дунаеву большие возможности перемен. Неустойчивым оказалось положение директора театра. Почувствовав бесперспективность своей работы, директор путем обыкновенной закулисной интриги поднял коллектив. Поднял именно тех актеров, которые должны быть сокращены новым злодеем, главным режиссером Дунаевым. Александр Леонидович оказался совершенно не готов к такому удару в спину. В театре Гоголя его ждал второй инфаркт. Дунаев принимает немедленное решение об уходе. В 1967 году в театр на Малой Бронной из Ленкома сослан Эфрос. Вместе с Эфросом в театр пришло 12 его актеров. Труппа, по сути, оказалась разделена на две части – на эфросовскую и не эфросовскую. Эфросу не позволили быть главным режиссером и шел нелегкий поиск главного. Я слышал, что хороший был спектакль «Океан». Больше того, я знал, что Охлопков смотрел этот спектакль и сказал, что у Дунаева спектакль лучше. Поэтому я сказал, я за Дунаева. Я ему говорил, Александр Леонидович, я очень хочу вас, но учтите, Эфрос сейчас настолько в коллективе уважаемый, и, кроме того, никто не хочет, чтобы кто-то приходил. Перед Дунаевым встает трудная проблема нравственного выбора. Проблема, о которой он, как режиссер, так часто говорит в своих спектаклях. Он нужен театру. Театр в лице руководства, в лице министерства делает ему предложение, но не все члены труппы готовы его принять. Что делать с чужим ребенком? Отказаться или помочь? Попытаться поднять на ноги? Дунаев не может не понимать, что поступая по совести попадает в противоестественную, но типичную для театра того времени ситуацию. Вряд ли какому-либо руководителю театра выпадала такая трудная миссия с властями ФРОС. Он находился в очень тяжелых отношениях. Зазначая Александра Леонидовича, они послали очень тонкого и хорошего режиссера, блестящего профессионала и высоко художественную личность с какими-то комиссарскими функциями. Положение Леонидович мог поставить там в 10 раз больше. Но получилось так, что он поставил несколько спектаклей. В трех из них я был занят. Сейчас, кажется, в выборе Дунаева была какая-то человеческая наивность, романтическое отношение к людям и миру. В его бумагах есть фраза «Чехов прожил всю жизнь на средство своей души. Он хочет, чтобы театр стал родным домом для всех». В своей первой постановки Александр Леонидович занимает ведущих артистов труппы и молодых актеров Эфреса. Первый спектакль, который он ставил у нас в театре, был спектакль по пьесе Леонова «Золотая карета», где я играл одну из главных ролей. И были заняты замечательные актеры Тенин, Сухаревская, Антонина Дмитриева, Салтыковская, Вика, Георгий Мартыню, Шершов, и все ведущие артисты. Дунаев ставит пьесу Леонова о свободном выборе человеком своей судьбы. Достоинство человека – вот единственный критерий личности. Каждый герой спектакля ведет эту тему по-своему, оказываясь перед сложным, мучительным выбором своей «золотой кареты». В дорогу к звездам надо отправляться налегке. Проститься. Не мешай ей, солдат. Не мешай. Сейчас ее увезут в золотой карете и до скорых первых слез своих она не вспомнит о тебе ни разу. Не расплещи своего горя, солдат, оно поведет тебя в зенит. По мнению самого Леонида Леонова, спектакль стал не просто удачей театра, но лучшим воплощением его пьесы. Александр Леонидович Дунаев поставил этот спектакль достойно. Он прошел очень долго. Он был событием театральным. Как человек он был очень прямодушный, искренний, чурался всяких сплетен, интриг, и всегда шутил, и находился в таком веселом состоянии и очень любил актеров. Александр Леонидович никогда никому не жаловался ни на здоровье, ни на сложившуюся страшную ситуацию. Так длилась эта ужасная, ужасная, созданная властью специально обстановка. Дунаев и Эфрос. Кто-то в театре, шутя, прозвал их Станиславский и Немирович Данченко. Но, кажется, в этой шутке кроется не слишком большая доля преувеличения. Оба они пришли на бронные после значительных душевных и творческих драм, театральных конфликтов, и обоим теперь предстояло работать вместе на одной театральной сцене. Когда утвердался репертуар в театре, утвердался он не театром, а вышестоящей организацией, для того, чтобы театр ставил вместе с деревней или отелла, нужно было, чтобы кто-то поставил враги или варвары. Вот этот кто-то и был Дунаев. Хочу остановиться только на том, что Саша работал великолепно, с Эфросом установился настоящий союз. Эфрос понимал его, и он понимал Эфроса. В любом другом человеке, на калибр мельче и меньше, было неизбежным чувство ревности какой-то, которое напрочь у этого удивительного создания отсутствовало. для него был важен только художественный результат, художественное значение того, что происходило в театре. И это были лучшие годы театра на Малой Бронной. Это неоценимая жертва просто, и неоцененная. Мне бывает очень больно, когда Эфрос был на Бронной, вот столько не умоляя Эфроса, но ничего бы этого не было, сидел бы он в Тамбове, как и хотели, если бы не Александр Леонидович Дунаев, который все это взял на себя, который просто закрыл своим телом в буквальном смысле слова и погиб. Не случайно в 1972 году Дунаев ставит пьесу Островского не от мира сего. Это будет первая постановка пьесы в нашей стране. Ее не ставили за излишний ригоризм Островского, за нравственную жесткость по отношению к миру и человеку. Я этот спектакль видел много раз. Кстати, там главный ролик играла Казаков. Это была очень хорошая роль Миши Казакова. И пьеса была невыигрышная. Одна из как бы неудачных пьес Островского. Что все удовольствия, не говоря уже о невинных, нас мало уплотворяет, что мы все время ищем развлечения, возбуждающих нашу чувственность. И Александр Леонидович сделал из этого спектакля красивое зрелище. Такой роман о любви. Синя, что с тобой? Что с тобой, Синя? Я люблю тебя. Актеры великолепно играли. Придатил большой успех. Это делал Дунай. Он это ощущал. В 76-м году Дунаев ставит варваров Горького. Я смею сказать, что он меня как актрису его как бы любил. Как-то с ним было очень легко работать в том смысле, что он давал свободу актера. Варварство простодушное, наивное, дремучее, неврастеничное, культурное. Оно в сути характера каждого героя спектакля. Будь то циничный и присыщенный стареющий фат цыганов в исполнении Соколовского. Будь то резкий и волевой черкун Грачев или прекрасная и гордая Лидия Остроумова. Или нежная и страдающая Анна Каменкова. Или с почти детской варварской наивностью Монахова Антоненко Луконина. Каждый персонаж к концу становится жалким и растерянным, одиноким и никому не нужным в своем ожесточенном варварстве. Я не виноват. Вы убили человека. А за что? Этот спектакль очень важен для Дунаева. Не случайно 27 марта 1980 года в день 60-летия Александра Леонидовича по его просьбе театр будет играть варваров. А финальный вопль Монахова для юбиляра прозвучит пророчески. А пока 31 января 1978 года. Продзинский читает на труппе свою новую пьесу «Лунин» или «Смерть» Жака, записанная им самим в присутствии хозяина. Пьеса будет поставлена Дунаевым. Спектакль резко изменит отношение скептически настроенной театральной общественности к постановкам режиссера. Я знал, что до этого репетировал Олег Даль, потом еще несколько актеров, потом вдруг Александр Леонидович сделает со мной одну или две репетиции. Ты, говорит, учишь наизусть три монолога и вот через некоторое время мы показываем Эдуарду Разинскому. Начинали репетировать при одном директоре театра, а выпускали Лунина в июне 79-го уже при другом Илье Ароновиче Когане. Сдавали Лунина дважды. Было много нареканий со стороны Министерства к идеологии спектакля. И что явилось неожиданностью для Дунаева, новый директор театра оказался на стороне чиновников. Главный режиссер столкнулся с ситуацией, когда директор театра оказывается не на стороне театра. Выпуск был очень тяжелым. Но, несмотря на все, спектакль мы выпустили. Впоследствии я узнал, что эта пьеса предлагала Анатолия Васильевича. Он мне сам лично в этом признался. В служебном входе, когда мы оказались тет-а-тет друг с другом, он сказал, я отказался от этой пьесы, потому что ее нельзя поставить. Это невозможно. Но выгарится Александр Ильич вышли достойное положение. Когда спектакль шел 15 сезонов, это дорого стоило. Это был его без привлечений блестящий спектакль. Блестящий. Сложная пьеса, острая, философская, по тому времени философская. философская. она давала большой заряд энергии. Она как бы приглашала зрителя размышлять, думать. Он очень лихо ее выставил. В спектакле со всей мощью прозвучала тема несгибаемости человеческого духа, свободы человеческой воли. Дух мой блуждает по пространствам и доходит до звезд. Я свободен. Твой черед я иду к тебе вижу. После стольких лет снова твое лицо. Вижу. 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 Во-первых, он мне выстроил замечательный выход. Она называлась «Она». Символ женского начала в этом мире. Ни разу в жизни мне больше не удавалось выходить на сцену так красиво и так ярко. Воспоминания о женщине, которая стала для него всем. Вот как это сыграется? Скажи сейчас мне. Я не знаю. И вот Александр Леонидович это как-то сделал. Образ Мадонны создал. И это было действительно очень сильное ощущение. И для меня, и, вероятно, для зрителей. Я просто помню тишину зала. Вот такую тишину, когда звенит. В Луни была найдена тайна. Великолепное сценическое построение, ритм, энергия. Это была победа. Художественная победа. Спектакль был блистательный по всем параметрам. И, видимо, какие-то критики, не совсем войдя в тему, как они хвалили. Говорили, что это новое движение в искусстве, что Наталья Васильевича Эфрос совершенно заново все осмыслял. Какое-то замечательное, что их тандем с Родзинским фантастический, что Эфрос этот самый. Причем, это было не так мало статей, как ни странно, когда потом только все сообразили. Вот как часто человека хвалят за имя, а не за то, что из себя он представляет сам как личность, сам как художник, сам как замечательный, уникальный человек. Своей художественной целью режиссер невольно вошел в резонанс с мнением театральной критики, создающей легенды своего времени. И критика словно на миг очнувшись, стала вспоминать и про предыдущие поставки Дунаева. Но, как известно, жизнь человека театра движется во времени с еще большей скоростью, чем просто жизнь. И Александру Леонидовичу не очень-то интересно стали эти запоздалые похвалы, и похлопывания по плечу. Возможно, он их просто не заметил. Удары со стороны властей и дирекции театра усиливались и были больнее похлопывания. Он скрывал глубоко в сердце все, что творилось кругом. Но он это не показывал, но я только теперь, когда прошло много-много лет, я понимаю. Он, когда не очень хорошо себя чувствовал, сидел со стороны, где пульт помощника режиссера, безупречно одетый, безупречно выбрит, с безупречно гладким, идеальным лицом, на котором не было злых морщин. На нем были, может быть, только лучинки около глаз, которые поразительно светились. Я говорю, Александр Леонидович, как вы себя чувствуете? Он говорит, отвратительно. Выглядите замечательно. Рубенчик, запомни. Чем хуже себя чувствуешь, тем нужно лучше выглядеть. Вся сложность работы у Альсана Леонидовича с первого усугублялся ролью директора Илья Ранчукова, который добивался собственного владения этим театром и все время стравливал этих двух режиссеров, коллектив с ними. Как повели себя режиссеры в этой ситуации? Эфрос старается ничего не замечать. У него самого наступает творческий кризис. В 80-м году он не поставит ни одного спектакля. Дунаев стремится сглаживать ситуацию. Делает все для того, чтобы театр продолжал работать. В 80-м году Дунаев ставит отпуск по ранению. В 81-м волки и овцы. В 82-м равняется четырем Франциям. Каждый спектакль событие. Каждый спектакль новаторский для своего времени. Отпуск по ранению Дунаев ставит по пьесе писателя фронтовика Кондратьева. Я как-то заново увидел мир войны. Мне показалось, что кусочек чего-то и открыл во мне Вячеслав Кондратьев. Я тоже этого поколения. Дело в том, что в пьесе довольно сложные и трудные обстоятельства. Молодой лейтенант, который вкусив весь ужас Ржева, там тяжело ранен, получает отпуск и приезжает в Москву. Психология, мир Володьки устроен так, что ему трудно осмыслить то, что происходит сегодня в Москве. Вальсы, Риорита, вся та музыка, которая потом будет активно эксплуатироваться в фильмах про войну, зазвучала впервые в театре на Малой Бронке в 1980 году. Дунаев чувствует, что современный мир становится откровенно корыстен. Борьба физиков и лириков уходит в прошлое. Никто уже давно ни в какие идеи не верит. Всех заботит только свое собственное благополучие. Поэтому волки и овцы развивают тему корысти и эгоизма. прозвучавшую в отпуске паронимия. Пришла новая пора решать Островского, вернувшись к нему назад очень, поняв его удивительную режиссерскую драматургию. Он был удивительный режиссер. И вот образ женщин буквально в каждой пьесе это та болевая точка Островского. Это тот какой-то поэтический, духовный, богатый заряд. Это причем образ очень современный. Он современен по своим всем, так сказать, мотивам, которые заложил Островский сколько лет тому назад. Художником по костюмам в новом спектакле дебютировал Александр Васильев. Александр Леонидович Дунаев пригласил моего отца для создания декораций и костюмов к спектаклю «Волки и овцы» Островского. И мой папа был очень загружен. Загружен огромным количеством работы. И, видя мою склонность к костюмам, мой папа сказал, что я должен попробовать сделать вместе с Дунаевым этот спектакль и сделать костюмы. Но самое страшное испытание, которое мне выпало в театре на Малой Бронной, это были актрисы, которые были все характерные. И надо сказать, что Александр Леонид был добрым человеком со мной. Он отнесся с душою и к моему возрасту, и к моим возможностям. И не устраивал мне абсолютно никаких проблем. Он дал мне возможность творить. Одев персонажей комедии в исторически точные костюмы, Васильев-младший точно выдержал жанр спектакля – театр в театре. Они придумывали нового Островского, подчеркивая прежде всего его театральность, откровенную сценичность каждого персонажа, каждой реплики, каждого поворота действия. И в то время вообще не очень-то принято было ставить спектакли в таких абсолютно достоверных декорациях. Всегда была пустая сцена, на ней стоял станок и больше ничего. А это был все-таки спектакль, в котором были подлинные вещи, подлинная мебель, костюмы были абсолютно выдержанные. В «Волках и Овцах» мы с ним напридумывали очень много, очень много. Смею сказать, что Глафиру я не видела, и Альса Леонидович мне сказал, вроде я не видела, чтобы так играли Глафиру. Ну, я там выпадала из юбки, когда Купавина приглашала меня мерить. Мне удалось сделать для нее корсет и панталончики, и чулочки, и нижнюю юбку. Это действительно был стриптиз немножко в стиле Мулен Руш. Как мы замечательно все работали. Вот на этих Волках и Овцах. Замечательно, абсолютно. Театр должен был жить, мог бы жить. У Эфроса в тот период был такой кризис, что совершенно нормально для творческого человека. Ну, был и прошел бы. Естественно, кризисы должны приходить и должны уходить. Пьеса «Равняется четырем Франциям» поставила перед зрителем вопросы, куда общество, страна пойдут дальше. Это был 82-й год и чувствовалось и обществом, и зрителям, и нами всеми, что предстоят большие изменения. И они будут не только в наших душах, но и на самом верху. Это был горячий спор о нашем будущем, о том, что будет, так сказать, с нами, кто будет, так сказать, нами руководить, и как сильны еще старые силы, старые идеи. Тогда этот спектакль вызывал большой интерес. Это были сплошные аншлаги, и я был очень рад за Александра Леонидовича, потому что это было большим откровением его творческим и в открытого гражданского темперамента. В финале один из главных героев в исполнении броневого защищает товарищей и их дело трагически погибает от разрыва сердца. Перед этим его пытаются несправедливо отстранить от должности. Объявить Шахматову Михаилу Ивановичу строгий выговор с занесением в учетную карточку. Равняется четырем Франциям. Это последняя постановка Дунаева в театре на Малой Бронной. Дальнейшая судьба режиссера повторила финал спектакля. Конфликтная ситуация, разжигаемая со стороны дирекции театра становилась невыносимой. Эфрос по старой привычке просил Дунаева встать на защиту и самостоятельно решить проблему. Сохранилась записка Эфроса к Дунаеву «Освободите меня от разговоров с Коганом». Их сближение была единственная надежда на то, что можно в новых условиях, которые сложились в театре, создавать дело. Но дело создавать уже было нельзя. Директор театра Коган первым нанес ответный удар. И 27 человек театра Бронной уже накрученные, так сказать, взвинченные все начинают выступать и против Эфроса и против Дунаева. Я читал протокол этого собрания, страшнее, это только 1937 год, где они с грязью смешивают, кроме Гена Сайфулина, который попытался что-то сказать, но ему заткнули тут же рот. И они требовали, причем все, даже те, кто был у Дунаева занят во всех спектаклях, они требовали, чтобы они ушли. Я не видела самого этого разговора на Бронной, но я видела, когда он вышел, и кроме горя на его лице, был страшный стыд за то, что творилось, не за себя. Вообще способность чувствовать стыд за других, это удивительное дело и редкое. У него было такое, вот просто было на лице прямо написано. Театр мог бы жить и мог бы сейчас одним быть из ведущих театров Москвы, каким и был тогда. Его просто убили. Убили. И когда я говорю убили, я не имею ввиду даже актеров, чьими руками все это было сделано. Но убил серый кардинал. Всегда в истории кто-то один умеет так интригу заплести, что все остальные. Наступил сентябрь. Открывался очередной театральный сезон. Ситуация в театре повисла. И тогда Дунаев и Эфрос отправляются на прием к первому секретарю МГК КПСС с просьбой отстранить директора от должности и дать им возможность нормально работать. Тот пообещал, что снятие Когана дело времени. Радостные они пришли домой к Александру Леонидовичу пили коньяр. Но дни шли, а время обещанное первым секретарем МГК не наступало. Они оба перестали ходить в театр. Каждое утро Александр Леонидович вставал, как всегда одевался и садился у телефона. Утро начиналось со звонков чиновникова. Ему отвечали на совещании, вышел, уже ушел, сейчас не может, перезвонить и через час. В это время включившаяся в борьбу парт-организация театра наносит Дунаеву очередной удар. Выяснив, что преподавая в ГИТИСе, он не платил партийные взносы со всех видов заработка, утаивая от партии сумму примерно 40 копеек в месяц, 19 января 1984 года партийная организация театра объявляет Дунаеву строгий выговор. Что ж, в борьбе против режиссеров и это хлеб. Он очень это переживал и, конечно, так сказать, практически его заправили. Относились, конечно, к нашим выдающимся режиссерам по-хамски, по-хамски абсолютно как холопом своим, хотя это были, в общем, выдающиеся режиссеры, выдающиеся личности. Я помню, как он позвонил мне по телефону и сказал, если ты свободен, давай погуляем. И вот мы гуляли с ним по бульвару. Он был безутешен. Ему не хотелось дома выплескивать свое состояние. Он говорил об этом мне совершенно откровенно. И когда ему в 1984 году позвонил Юрий Любимов из Лондона, предупредив его о том, что из их похода с Эферсом в ЦК ничего не вышло и что остальные они будут предлагать три театра. На следующий день Дунаеву действительно позвонили и пригласили на беседу. Ему предложили стать главным режиссером в любом из трех театров на выбор. В Малом, на Таганке или в театре имени Ермоловой. Он от всего отказался. Он хотел работать в своем театре. И вдруг неожиданное известие. Анатолий Васильевич Эферс пошел главным на Таганку. Дунаев замолчал и запретил всем вокруг себя обсуждать эту тему. Александру Леонидовичу все стало неинтересно. Вскоре домой к нему пришел Михаил Левитин. В это время возникла ситуация в этом театре. Театр был обречен на слом и на гибель. Назначить меня не было никаких оснований главным режиссером. Никаких. И я вот пришел. Пришел домой и мы провели такую беседу. Он мне сразу сказал, посмотрел на меня и сказал я тебе мешать не буду, знаешь. Ты там театр делаешь, я сейчас покажу, посмотрю. Если мне будет интересно, я соглашусь, а мешать тебе не буду. Я думаю, такого в истории мирового театра просто не бывает, потому что он был гарантом моим. Он был моим гарантом. При этом поведение было глубоко человечески хорошее, красивое поведение. Под имя и статус Дунаева управление культуры превратило театр-миниатюр в театр-эрмитаж. На Таганке закипели страсти вокруг прихода Эфроса, но Дунаев больше никогда не интересовался таганковскими событиями. Он словно перенесся в другое время. Ленинград, 50-е. Михаил Светлов тогда подарил ему свою пьесу «Бранденбургские ворота». Попав в трамвай театра на Малой Бронной, в театре Эрмитаж Дунаев ставит свой последний спектакль, отдавая свой последний долг не только Светлову, но и своему поколению, прошедшему дороги войны. «Бранденбургские ворота» – это лебединая песня режиссера Александра Леонидовича Дунаева. Вот что-то понял. Вот я вам скажу так, мы все боимся понять то, что он понял. Это какое-то понимание изнанки театра. Он понял, что ты творишь одно, и люди вообще не с тобой и в этом огне спектакля, в творении очень красивые. Но это не обязательно красивые люди. С этим очень трудно смириться, знаете. Цельному человеку хочется, чтобы вокруг были люди, чтобы было право говорить с людьми, как с людьми. Нас очень тянуло друг другу. Прежде всего очень тянуло по-человечески. И мы ни раз и ни два хотели работать вместе. И каждый раз по тем или иным причинам это не осуществлялось, окончилось драмой. Самой натуральной и самой горестной. умер он легко от разрыва сердца. Я помню эту панихиду трагическую. Я, кстати, помню того же Эфроса на этой панихиде. Я никогда не видел человека в состоянии такого потрясения, в каком пребывал Эфрос. Он был совершенно смят горем. И я помню его задыхающийся голос, когда он произносил надгробное слово. У меня было впечатление, что он впервые понял во всей, так сказать, величине то, что он потерял. Я был на похоронах. Помню довольно отчетливо все, что говорят люди, когда человек уходит из жизни. Потому что говорить гораздо легче, чем вести себя по-человечески. Сегодня с годами я понимаю, что человеческие качества и человеческий талант гораздо важнее, чем актерский талант. И в этом меня никто не переубедит. Вспоминая Александра Леонидовича, я могу сказать, конечно, что это один из самых достойных режиссеров и людей, людей театра. отец. Редактор субтитров Продолжение следует...